Здравствуйте, арт-студия в эфире. Дорогие друзья, Виктория Дронова с вами. И сегодня у нас в гостях художественный руководитель и главный дирижер Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов Артем Валерьевич Белов. Здравствуйте, Артем Валерьевич. Здравствуйте. И в самом начале нашего разговора хочу поздравить вас с тем, что вы стали полноправным членом Союза композиторов России. Большое спасибо. Скажите, Артем Валерьевич, а что это дает вам как музыканту и в целом нашей областной филармонии? Вы знаете, мне как музыканту, во-первых, это дает, наверное, некое чувство ответственности прежде всего. Потому что быть все-таки членом Союза композиторов и писать музыку, это уже какой-то несколько другой, немножечко иной уровень, нежели когда я был студентом или, скажем, не являлся членом Союза композиторов, тогда, конечно, ну, скажем, я был волен. Я и сейчас буду, конечно же, волен на эксперименты, но здесь я уже должен быть аккуратен в том, с каким материалом я буду работать, как качественно я его буду делать. Наверное, это просто действительно накладывает какую-то, прежде всего, ответственность. Ну, сказать, конечно, да, это приятно, безусловно, это радостное событие. Меня очень многие мои коллеги поздравили по работе, и коллеги-дирижеры. Но все-таки, прежде всего, это, конечно, некая ответственность. И воспринимаю это как аванс. Нужно еще доказать, что ты действительно можешь называть себя таким большим словом композитор. А для областной филармонии? Ну, для областной филармонии, насколько мне известно, я, наверное, единственный, вот, скажем так, из сотрудников филармонии человек, находящийся в этом статусе. И это очень почетно. Конечно, конечно, это почетно, безусловно. А что нужно сделать, чтобы попасть в Союз композиторов? Вот какие ваши шаги были? Ну, прежде всего, есть определенный регламент, будем так говорить, процедура принятия. Это заявление, это предоставление перечня сочинений, ну, скажем так, основных сочинений. В частности, я представил список, боюсь сейчас ошибиться, но порядка там сорока с небольшим сочинений, которые звучали, именно исполнялись непосредственно на сцене. Вот, конечно, так-то сочинений больше у меня в целом, но что-то недописано, что-то, на мой взгляд, не имеет места быть, не имеет права на жизнь. Вот, помимо этого списка представляются еще, конечно же, записи и партитуры основных сочинений, которые, вот, ну, скажем так, будем так говорить, наиболее полно представляют меня как композитора. И в данном случае я представлял сочинения разных жанров. Это и скрипичная соната, и музыка для народного оркестра, музыка для симфонического оркестра. Вот, то есть, ну, как-то вот таким вот представлением, в принципе, ограничивалось мое заявление. А дальше рассматривает комиссия и могут принять, могут не принять уже. А вы вообще подсчитывали, сколько у вас уже произведений написанных вами? Ну, вот, как я ранее сказал, те сочинения, которые исполнялись... Ну, это 40, да? Ну, это около 40, а вообще в целом. Вот, ну, если вы хотите, чтобы я вас немножко удивил цифрами, у меня более чем 600 аранжировок для народного, духового, симфонического, смешанного состава. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вы пишете музыку не только для нашего оркестра русских народных инструментов, но и музыкальные партитуры для других оркестров. Да, абсолютно верно. То есть, они заказывают вам, что ли? Да, конечно. И как это все бывает? Конечно. Ну, в частности, я работаю, во-первых, предметно с исполнителями. Ну, скажем, такие исполнители, как Екатерина Мочилова, Добристка, Андрей Иванов, контрабасист. Вот мы сотрудничаем, и я создаю партитуры непосредственно для них. Ну, а они артисты такого уровня, что они работают по всей России, и можно сказать, что вся Россия эти партитуры играет. Также я сотрудничаю с Магаданской областной филармонией, сотрудничаю с филармонией Великого Новгорода, с Тверским оркестром, оркестром города Ухты. То есть, они знают, что есть такой композитор замечательный, как Артем Валерьевич Белов, и он нам какую-то партитуру предоставил. Да, мы регулярно с ними сотрудничаем, но они, по сути, делают некий заказ на музыку. И мы сотрудничаем либо со мной, как с композитором, либо с аранжировщиком. А как происходит вообще сочинение музыки? Это какое-то вдохновение, какое-то определенное настроение у вас? Как это все? Прежде всего, должна быть известна идея. То есть, если даже это какой-то некий заказ, ну, например, замечательный оркестр, есть такой в Кургане, духовой оркестр, Академия они называются. Они заказали, выиграли грант и заказали мне музыку, которая бы являлась визитной карточкой их оркестра. Ну, вообще, сама по себе идея мне очень понравилась. Я не так много писал для духового оркестра, но опыт, конечно, имелся. И тут вот, скажем так, я обратился к музыке этой области курганской и как-то вот нашел тему, нашел песню. Сейчас уже даже не вспомню название. То есть вы изучаете то, что характерно для конкретного региона? Потому что, наверное, в каждом регионе какая-то своя музыкальная тема, народная музыкальная тема, да? Да, да, да. Это просто один из путей. Бывает так, что просят, допустим, музыку к конкретному какому-то спектаклю, музыкально-литературной композиции. Тогда ты идешь уже немножко другим путем, изучая совершенно другие области, другие сферы. Но, в частности, бывает так, что изучаешь именно фольклор той или иной области или региона. Заказы есть. Но вот если музыка идет от души, и никто тебе ее не заказывал, вот как это все изливается на ноты, и кому вы ее предлагаете? Ну, вы знаете, вот от души, должен сказать, что вот уже, можно сказать, в статусе член Союза композиторов, я совсем недавно написал посвящение Николаю Николаевичу Добронраву, мы делаем концерт 7-го числа. Памяти, наверное, Николая Николаевича Добронрава. Памяти Николая Николаевича, мы делаем его в Дворце пионеров, ну, так, как говорится, проще сказать, в Дворце творчества молодежи. В Дворце учащихся. Вот. И вот как бы в рамках этого концерта прозвучит произведение, посвящение. Идея возникла буквально вот просто в секунду, буквально. Пьеса написана была очень быстро. Буквально вот начал я ее писать, и через сутки я уже закончил партитуру. Вот. То есть несколько я часов провел там за инструментом в данном случае. Я не всегда пишу с инструментом, в основном без инструмента. Ну, тут вот была возможность. Вечером дома я посидел за инструментом. Какой инструмент сразу же? За роялем. За роялем. То есть вся музыка у вас пишется за роялем? Не вся. Не вся. Это как раз редкое исключение. В основном я работаю внутренним слухом и не трогаю инструмент. Ну, есть... Какой вы талантливый человек внутренний слухом. В этом ничего удивительного. Игорь Халыш-Стравинский писал всю жизнь с роялем. А есть композиторы, которые пишут без инструмента. Это абсолютно ничего не значит. Это не значит, что я какими-то способностями сверху там обладаю. Нет. Как это? Нет. Если ты сочиняешь музыку, то ее нужно наиграть? Не обязательно. Ее можно услышать внутри и записать в ноты. Это не обязательно. Просто инструмент он позволяет, ну, действительно, может быть, где-то ускоряет, где-то чуть-чуть, ну, как сказать, работая с живым звуком, да, с материей как таковой, ты немножко быстрее находишь те или иные вещи, которые внутри тебя сидят, хотят прорваться. Ведь композитор – это же, ну, некий проводник все-таки. Музыка, она где-то витает, ее надо схватить, ухватить и перенести на бумагу. Конечно. Чтобы исполнитель мог ее исполнить. Поэтому, да, просто инструмент где-то немножечко помогает, ускоряет этот процесс, возможно. Вот. Но так в основном я пишу музыку без инструмента. Вы написали музыку к предстоящему концерту памяти Николая Николаевича Добронравова, да? Да, да. И должен сказать, что тут вы спрашивали про методы. Ну, вот в данном случае я, например, в поисках самого тематического материала представил Николая Николаевича Добронравова как вот некую аббревиатуру ННД. И получилось на ноты Си, Си, Ре. И вот это зерно Си, Си, Ре, с него начинается, собственно, произведение. Там же, конечно, и Александра Николаевна АН присутствует, Ля, Си. И вот все это вместе как-то переплетается, есть кульминация, есть цитаты из песен, которые писались Александр Николаевич на музыку, на стихи, извините, Николая Николаевича. Вот, то есть там цитируется несколько песен, в частности, «Опустела без тебя земля». И, ну, все это после кульминации приходит в такое, знаете, послесловие, когда, скажем, человек уже всего достиг, всего добился, он хочет, наверное, какой-то тишины, единения, покоя. И, в общем-то, она заканчивается очень спокойно, ну, по сути, так же, как и начинается. Когда будет этот концерт? Концерт состоится 7 октября во Дворце творчества детей и молодежи. Вы родились в Красноярске? Да. А как началось ваше увлечение музыкой? Ну, вы знаете... У вас музыкальная семья? Нет, абсолютно, абсолютно нет. Ну, как я недавно узнал, я, кстати, недавно был в Красноярске, мы тоже можем об этом поговорить. Обязательно поговорим. Да, вот. Мама сказала, что все-таки были у нас в роду, ну, непрямые родственники, это, я даже там не знаю, как правильно сказать, какой-то, наверное, троюродный, скорее, мой дедушка, он обучал пению и сам неплохо пел. Но это как-то так все очень... То есть мы никогда не пересекались, и даже нет у нас каких-то там сейчас общений с той линией родственников. Моя мама врач, папа бортинженер, в авиации работал всю жизнь, дедушка инженер, вот. То есть, в общем, такие профессии с музыкой не очень связаны, будем так говорить. Начал заниматься, в школу пришел педагог, сыграл на Домре, предложил ребятам, так сказать, моим, да, одноклассникам, мне в том числе прийти, попробовать. В первом классе? В первом классе общеобразовательной школы. То есть у него инструмент Домра был? Да, да. Который вам понравился, и потом в процессе... Ну, мне все тогда нравилось. Вы знаете, я занимался в шести или семи секциях. У меня был футбол, прежде всего, конечно же, шахматы, настольный теннис, китбоксинг, естественно, для мальчиков, и вот, собственно, Домра. Ну, занимался я очень скверно, плохо. Пять лет я практически ничего не делал, даже бросал, когда у меня педагог уходил в декрет. Что послужило первым толчком? Это моя встреча на концерте-открытие, или, может быть, даже это просто был концерт в рамках конкурса, уже точно не вспомню, ансамбль «Сюрприз» из Новосибирска. И настолько классно ребята играли, очень живой репертуар. Ваши ровесники они были? Нет, это взрослые музыканты, профессионалы из Новосибирска, руководитель Андрей Гуревич, он прекрасный балалаешник. Потом так вот получилось, что мы с ним 10 лет назад примерно встретились уже в рамках конкурса имени Бардина. Он сидел в оркестре, а я дирижировал. А первые ваши не напомнили? Нет, у нас не было возможности, все было так, знаете, очень быстро, скоротечно, поэтому мы не успели пообщаться. Но, тем не менее, вот именно их игра, ансамбля «Сюрприз», она послужила первым толчком, что я просто влюбился в музыку, вот как-то по-другому на нее посмотрел. «Сюрприз» Вы недавно были в Красноярске и приходили на музыкальный конкурс по специальности оперно-симфоническое дирижирование. Вот как выступили? И почему оперно-симфоническое дирижирование? Я считаю, что это далеко от оркестра русских народных инструментов. Вы знаете, я все-таки дирижеров не подразделяю на народных, духовых, симфонических оркестров. Безусловно, есть своя специфика. Абсолютно четкое есть разделение по репертуару. Но, по большому счету, ты либо дирижер, человек, который способен за собой увлечь, извините за такое выражение, но навязать свою волю, повести за собой. И, в принципе, быть, знаете, таким отцом и другом для той большой команды, с которой ты работаешь. Если у тебя есть эти качества, ты дирижер. А там уже народных, симфонических, духовых оркестров... То есть это не имеет большого значения? Это большого, настолько большого не имеют. Дирижер или не дирижер? Ну, во-первых... Вы уже дирижер? Это да. Вы хотите перейти в другую стезю? Ну, как вам сказать, я никогда не бросал симфоническое дирижирование, если у меня есть возможность выступать с каким-то тем или иным оркестром. Ну, в частности, 22 елки, проведенные с УГАСО. Да, я себе знаю. Четыре года назад. Нет, это я просто рассказываю, что было вот просто на этой земле. Они прошли просто так? Ну, конечно. Потом, также в связи с болезнью руководителя оркестра, мне пришлось его заменить. Мы сыграли седьмую Бетховена. И прекрасный солист-скрипач приезжал. Мы играли, там, по-моему, концерт называется, концерт Шора и концерт Бруха. Такие достаточно интересные сочинения. Это вот то, что было в Ульяновске. Ну, помимо этого, также я работал с оркестрами Москвы, например. Это оркестр Министерства обороны, Русская филармония. Мой дирижерский такой путь, можно сказать, начался вообще в оркестре Боян. А это симфонический оркестр. С вкраплениями, там, дом, раба-лалайка. Боян там по одному сидят музыканту. Но этот коллектив изначально как симфонический создавался. Вот, поэтому я как-то вот всегда параллельно существовал в этих плоскостях. Ансамбль «Россия», например, народный коллектив, оркестр Боян. Проекты с московскими симфоническими оркестрами. Это художественный руководитель Смоленского оркестра. Вот здесь, в Ульяновске, я не очень часто выхожу к пульту симфонического оркестра. Ну, мне есть чем заняться, признаться, с народным оркестром. Ну, прежде всего. Ну, и потом там тоже есть свои дирижеры, приглашенные дирижеры. Там тоже, в общем-то, скорее оркестр не успевает за теми проектами, которые предлагают им руководители. Вот, поэтому я здесь в данном случае, когда поехал на этот конкурс, ну, прежде всего, преследовал цель повышения своего уровня. Потому что любой конкурс, он заставляет немножко переосмыслить и свой аппарат, и свое отношение к той или иной музыке. Позаниматься, вспомнить, освежить, выучить новое. Как повышение квалификации? Как курсы повышения квалификации? Ну, это нет. Ну, курсы – это курсы, когда ты приходишь к педагогу, становишься за оркестр или за рояле, и он тебе говорит. Вот ты сюда махай, сюда не махай. Это курсы. Когда ты выходишь к оркестру Московской филармонии, с которым мы работали, на минуточку, этот коллектив непростой. Они много кого видели, и знают в сумме, знают в несколько раз больше, чем я. Это как очередная ступень, которую преодолеть? Нужно для себя. Нет, ну, во-первых, конечно, да, наверное, какой-то момент преодоления присутствует. Хотя, честно говоря, я от себя в этом плане ждал несколько большего. Сейчас поясню в чем. Потому что как-то какого-то волнения, да, при работе с оркестром, или же какой-то вот неуверенности, той, которая была, ну, 10 лет назад, например, на предыдущем конкурсе, я в себе не обнаружил. То есть мне было очень комфортно выходить, работать с этими артистами. Я понимал прекрасный их уровень, я понимал, что я могу руками от них много чего потребовать. И они будут выполнять, потому что, ну, это профессиональный коллектив, который очень чутко реагирует на дирижера. Если дирижеру есть что предложить, безусловно. Вот. Ну, а потом тот репертуар, который предлагался, во-первых, это, ну, в частности, на третьем туре «Три симфонии Рахманинова». По одной, правда, части, но, тем не менее, все-таки ты соприкасаешься с музыкой в любом случае целиком. Ну, вот берется какая-то конкретная часть. Поэтому, конечно, мне было приятно поработать с этой музыкой. Понятно, что я ее знал и до этого, но, тем не менее, вот еще раз окунуться, пересмотреть, освежить в памяти. Вот. Вот. Признаться, вот, там, допустим, ранее я как-то вот не очень соприкасался с Вагнером. Ну, как дирижер вообще не соприкасался. Ну, вот не было надобности. А здесь, пожалуйста, четыре увертюры. Открытие сезона Ульяновским оркестром русских народных инструментов. И я знаю, что приглашенный гость был из Москвы. Вот. Как все состоялось? 24 сентября это было. Приглашенный гость наш был заслуженный артист России, солист театра «Геликон-Опера», приглашенный солист Большого театра России Михаил Гужов. Потрясающий бас. И тему мы выбрали, естественно, год Рахманинова, но еще и год Шаляпина. Поэтому мы посвятили этот концерт, открытие творчеству великого певца, актера, артиста, который умел делать совершенно неподражаемые образы, пел романсы, читал их просто, можно сказать, читал каждый в каком-то своем необычайном, да, образе. И, конечно, вот мы не могли не вспомнить о Федоре Ивановиче Шаляпине. Но там же, где и Шаляпин, там и Рахманинов. Поэтому первое отделение у нас практически полностью было построено на музыке Сергея Васильевича. В частности, прозвучало тоже из конкурсной программы. Третья часть второй симфонии. А второе отделение мы посвятили уже творчеству Доргомышского. Звучали, в частности, его романсы, очень такие жанровые, юмористические. Титулярный советник, мельник. И прекрасно были восприняты публикой, но исполнены, конечно, просто феноменально нашим гостем Михаилом Гужовым. Тем более Михаил Гужов, насколько мне известно, он победитель конкурса, да? Абсолютно. Это Шаляпина. Поэтому ему было, в принципе-то, непросто, но тем не менее привычно. Давайте посмотрим небольшой отрывок с этого концерта и послушаем, что сказал Михаил Гужов о работе с нашим Ульяновским государственным оркестром русских народных инструментов и конкретно с вами. Не пой, красавица, при мне. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok